Хоккеисты уральского трубника прибыли в Иркутск без набранных очков. Гости в этом сезоне пока не побеждали, да и в ничью ни с кем не играли. Это понятно. Первые игры у подопечных Олега Хайдарова были со Сканифтяником и Енисеем. Во встречах с грандами русского бенди многое не получалось. Продолжилась эта неприятная для гостей традиция и в Ледовом дворце Байкал. Хозяева активно забивали. Оформивший хет-трик Олег Тарнаруцкий стал автором одного из самых красивых голов начала сезона. Очень много уральский трубник пропускал и со стандартов. 6-1 после первого тайма. Три угловых зашло, все у нас где-то рядом с ногами и пенальти, думаю. Вот и счет, думаю, крупный из-за этого. Первый тайм чуть угловые надо подредактировать нам. А во втором вопросы у болельщиков и тренерского штаба появились уже к хоккеистам Байкал Энергии. И это несмотря на то, что в ворота первоуральцев залетело еще четыре мяча. Белосиние пропустили пять голов. По факту проиграв вторую 45-минутку, но выиграв матч. 10-6 победа Байкал Энергии. Во втором тайме у нас началась анархия. После 70-й минуты у нас ряд игроков поверили в себя. Еще предстоит неприятный разговор. У всех двойки в протоколе. Поэтому я не позволю, как говорится, перед болельщиками так играть. Накануне выездной серии Белосиние занимают третье место в турнирной таблице. У команды Сергея Юсупова 10 набранных очков. Следующие две игры Байкал Энергия проведет в Нижнем Новгороде и Ульяновске против Старта и Волги соответственно. А 26 ноября иркутяне снова играют дома. У гости пожалует СКА Нефтяник. Один из главных фаворитов сезона. Александр Гаврилов. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok